Суд в Екатеринбурге приговорил американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Его признали виновым в сборе секретной информации по заданию ЦРУ на Уралвагонзаводе, одном из крупнейших оборонных предприятий России, которые известны в первую очередь своими танками. Гершкович работал в России по заданию редакции Уолл-стрит Джорнал. Его арестовали в марте прошлого года. Он стал первым в постсоветскую эпоху иностранным репортером, задержанным в России по обвинению в шпионаже. Он свою вину категорически отрицает. Уолл-стрит Джорнал назвала процесс позорным фиктивным судом. В посольстве США в Москве также заявили, что журналист не нарушал закон. Освобождение требовали зарубежные коллеги Гершковича. Вашингтон продолжает вести переговоры, что также подтверждают и в Москве. По мнению западных экспертов, необычная даже для России скорость вынесения приговора всего за два заседания может свидетельствовать о том, что Кремль рассчитывает обменять Гершковича уже в ближайшее время. Масштабный технологический сбой затронул в пятницу пользователи операционной системы Windows от Microsoft по всему миру. Из-за глобального блэкаута были посажены самолеты, нарушена работа банков, бирж и платежных систем. Британский телеканал Sky News остановил вещание в прямом эфире. Компания кибербезопасности CrowdStrike, чё программное обеспечение стало причиной сбоя, заявила, что работает над устранением дефекта. Это не инцидент безопасности или кибератака. Проблема выявлена, изолирована, в сеть уже выложены исправления, отчитались в фирме. При этом наиболее пострадавшие клиенты не смогут быстро установить обновлённую версию приложения. Задержки рейсов коснулись берлинского аэропорта Бранденбург и лондонского Гатвика. Больницы Британии и Германии сообщают о сбоях в работе своих систем. В одной из клиник отменены плановые операции. Австралийские и южноафриканские банки сообщают, что клиенты не могут воспользоваться своими картами. В пятницу мировые фондовые рынки были в минусе. Акции авиакомпании упали на 2-3%. Глобальный сбой, вызванный проблемами у стороннего поставщика систем кибербезопасности для сетей Microsoft затронул такие области, как здравоохранение, банковский сектор, авиаперевозки и СМИ по всему миру, в том числе в странах Евросоюза. Подчёркивается, что случившееся не было кибератакой. Тем не менее, глобальный охват и удар по важнейшей инфраструктуре заставляют поднять вопрос о кибербезопасности. По словам экспертов, у Европы есть, по крайней мере, законодательные возможности, позволяющие избежать подобного. Европейским компаниям предстоит извлечь серьёзные уроки из случившегося. Эксперты призывают и компании, и частных лиц уделять больше внимания изучению всех аспектов кибербезопасности. Не если, а когда. Тяжеловесы демократической партии настаивают на том, чтобы президент Джо Байден снялся с предвыборной гонки из-за участившихся промахов и ошибок. 81-летний глава Белого дома начал осознавать, что может проиграть 5 ноября и что, возможно, ему придётся сойти с дистанции, пишет New York Times со ссылкой на окружение действующего главы государства. Байден серьёзно относится к призывам отказаться от участия в выборах. И многие лидеры демократов считают, что это лишь вопрос времени, сообщают источники. Между тем, Барак Обама в частном порядке выразил обеспокоенность по поводу жизнеспособности кандидатуры своего бывшего вице-президента Джо Байдена. Сенатор-демократ из Делавера Крис Кунс, близкий соратник Байдена, сообщил CNN в четверг, что президент будет отдыхать и размышлять в эти выходные, пока он восстанавливается дома после заражения коронавирусом. Давление на Байдена усилилось после провального выступления на теледебатах с Дональдом Трампом. Сам он признал, что был медлителен и спотыкался, но не стал связывать это со своим возрастом или ухудшающимся здоровьем, а сослался на усталость от перелётов. По мнению обозревателей, если демократы всерьёз готовят замену своему кандидату, эти выходные станут решающими. В стане республиканцев уже заявляют, что готовы к схватке с нынешним вице-президентом Камалой Харрис, который прочит роль преемника Байдена. Не прошло и недели после того, как решение сербского суда вернуло к жизни резонансный проект по добыче лития. Как в пятницу в Белграде в присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца Сербия подписала декларацию о намерениях по поставкам этого критического сырья в ЕС. По словам президента Александра Вучича, документ направлен на то, чтобы литий, добываемый в Европе, оставался на территории Европы. Главным получателем сербской продукции станет Германия. Литий – важнейший компонент для производства аккумуляторных батарей для электромобилей. Сейчас на этом рынке доминируют китайские производители. Запасы лития, обнаруженные в долине реки Ядр на западе Сербии, являются одними из крупнейших в Европе. Два года назад, на фоне протестов экоактивистов против разработки рудника, правительство аннулировало лицензии, выданные горнодобывающему гиганту Риотинта. В прошлый четверг Конституционный суд отменил решение об отстановке многомиллиардного проекта. Йеменские повстанцы «Хуситы» взяли на себя ответственность за смертоносную атаку беспилотника на жилой комплекс в Тель-Авиве. Представитель «Хуситов» сообщил в социальных сетях, что группировка нанесла этот удар в поддержку «Хамас» в секторе газа. По данным израильской полиции, в результате нападения погиб один человек. Десятки получили ранения. Пока неизвестно, как дрон смог ускользнуть от мощной противовоздушной обороны Израиля. В течение последних девяти месяцев «Хуситы» не раз запускали беспилотники и ракеты по территории еврейского государства, но до недавнего времени все они вовремя перехватывались. Представитель «Хуситов» заявил, что это новый тип дрона, созданный для того, чтобы незаметно пролетать через железный купол. Цахал утверждает, что БПЛА был обнаружен, но не сбит средствами ПВО из-за человеческой ошибки. Олимпийская сборная беженцев, включая спортсменов, тренеров и персонал, прибыла во французский боя, чтобы в преддверии игр провести какое-то время вместе. Здесь многие спортсмены встретятся впервые, а им нужно создать единую команду. В олимпийскую сборную беженцев вошли 37 спортсменов из нескольких стран, которые соревнуются в 12 различных видах спорта. Команда беженцев принимает участие в Олимпиаде третий раз подряд, но в этом году она самая многочисленная, что отражает растущее число беженцев во всем мире. Тхэквандист Хади Тиран Валийпур из Ирана, но сейчас живет и тренируется в Италии. Я имею в виду, что я хочу иметь в Олимпиаде не только для одного французского беженства, но я хочу в Олимпиаде быть как 100 миллион человек. Они здесь находятся, они в очень, очень сложных ситуациях. Мы 37 спортсменов для 120 миллионов в мире. И мы хотим, чтобы мы не только 37 спортсменов, но и 100 миллионов в обдактах, которые не верят. И, возможно, мы можем еще что-то сделать. Со своей богатой историей, глубоким пониманием последствий войны и близости к тяжелому положению мигрантов и беженцев, Баю, в 12 километрах от Ла-Манша, был сочтен идеальным местом для объединения команды. Церемония открытия Парижской Олимпиады состоится 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok